Витаю вас! Я Светлана. Каталоги Троянд Открытия, таможенно пошукатые новинки. Сегодня про розу вам расскажу, необыкновенную. Второй год в саду меня Анна вела уже шороху. Летнее утро, обход у меня начинается именно с этой розы. Анна Малинари. Роза праздник для любителей искушенных и неискушенных чайно-гибридных роз. Вне зависимости, солнце или дождь, эта роза создаст вам атмосферу приподнятого настроения на весь день. Роза названа в честь итальянского дизайнера одежды Анна Малинари. Она создала бренд Blumenari. Яркие цветочные принты, одежда, праздник, ее фирменный стиль. И до сегодня периодически ее коллекции демонстрируют на самых модных подиумах мира. Роза Анна Малинари полностью соответствует ей. Сорт это относительно новой селекция Барни Италия 2016 год. На выставке роз в Риме в 2017 этот сорт был отмечен серебряной медалью. Вот это ее как раз цветение июня месяца. Айсфогель тоже в кадр хочет попасть, но про эту розу в другой раз. Сегодня про розу Анна Малинари. Роза праздник. Роза имеет ярко-зеленую листву. Тонкие коричневые побеги. Но не смотрите, что тонкие. Куст высокий, можно даже сказать величавый. На клумбе у дома выделяется и притягивает себя, как магнит. Куст мощный, несмотря на такие побеги. Я вам дальше покажу, сколько одновременно может быть на одном побеге цветов. Вы удивитесь. Опоры и подвязки эта роза не требует. Она еще и менее стойким розам соседкам сможет опорой послужить. Куст не разваливается, но и одновременно пышный. Потому что размер листвы, смотрите какой большой. Высота до метр, метр двадцать в зависимости от ухода. И ширина восемьдесят девяносто. У меня примерно такой размер ее и был. Растет на клумбе вокруг дома. После двенадцати и до пятнадцати часов тут тень. Чтобы сориентировать вас по месту посадки. Цветок невероятный. Создает вау-эффект на клумбе. Нежно-нежно. Сливочный. С очень тонкой малиновой. Каймой по краю лепестков. Как подводка. Аромат у розы очень приятный. Даже для моего искушенного вкуса. Я ароматные розы не люблю. И аромат вообще не нравится мне у роз. Но Анна Малинари, как ни странно, любимица. У этой розы очень хорошее и любимое многими качество. У нее нет шипов. Такое редко встречается. Обычная ли красивая и ароматная, но с шипами. Или наоборот. Анна Малинари удивляет. Все при ней. Сорт с большими махровыми. Цветами классической формы. Очень большой, высокий бокал. До 14 сантиметров. Густо-махровый. И от температуры воздуха зависит цвет. В первую волну она имела больше малиновых оттенков. А цветение в августе было сливочно-нежно-желтое. В сентябре даже оттенки темнее желтого присутствовали. Переменчивая. Красавица. Если сравнивать цветок в июне и в сентябре, даже и не скажешь, что это один и тот же сорт. Видите? Цвет разный. Это они не выцветают. Это расцветает сразу вот такая. Там более малиновая в июне. А в августе и в сентябре более кремово-желтое, сливочное. Цветет она практически без перерыва. Ну, немного. Меньше бутонов в июле месяце. Сорт очень зимостойкий. Выдерживает до минус 30. Но я все равно тут всю клумбу укрываю. Поэтому и она тоже укрыта. По характеристикам у этого сорта один цветок на стебле. На побеге. Сейчас я вам покажу, как она цвела во вторую волну у меня. На одном побеге более 11 бутонов. И все расцвели, и ветка выдержала 11 штук. Дождь и солнце для этого сорта не составляют проблем. В отличие от ее соседки, розы Мириум. Я вам рассказывала про этот сорт. Роза как для первого, так и для второго плана. Можно перед ней посадить лаванду или петунию лавандового цвета. И будет очень шикарно смотреться. У меня как раз такой сорт в этом году петунии будет. Наверное, я так и сделаю. Роза ни разу не болела. И даже жуки ее стороной обходили. Не беспокоили. Роза очень нравится. Сортом довольна. А вам как? Очень рекомендую этот сорт. Не потеряйте ее в каталогах. Можете полюбоваться еще немножко ею. И до встречи в новых видео. Всего хорошего. Сортом довольна. Пока. Субтитры подогнал «Симон»